что такое доброта это радость от труда это счастье всем помочь это бодрости заряд понимание и прощение и смирение и учение это мудрость и терпение и от мира это теплое объятья все мы сестры все мы братья что такое доброта я отвечу без труда это в сердце яркий лучик он не гаснет никогда он дает тепло и свет укрывая нас обед глубоко понятие это из любви тепла и света сегодня мы с вами в прекрасном городе где чудесно поют соловьи это курс и с вами в эфире сегодня ведущие Наталья и Александр и вот как-то мы с Александром решили через знакомых обратиться к курянам жителям курска и побольше узнать об этом городе ведь как бывает хочешь узнать как люди же представляют себе созидательное общество как они его видят и надо сразу обратиться к тем людям да как они это себе представляет созидательное общество и вот через знакомых мы и нашли общих друзей в курске да главной темой наших эфиров является созидательное общество и мы используем теорию шести рукопожатий чтобы узнать как у большего как можно большего количества людей хотят ли они жить в созидательном обществе и что для них созидательное общество если у вас есть идеи предложения то заходите на сайт алатра юнайт если хотите присоединиться нажимайте кнопочку присоединиться делитесь информацией интересными идеями в соцсетях ставьте хэштеги алатра юнайт созидательное общество шесть рукопожатий да наши дорогие зрители вы пожалуйста в комментариях отметьте три города которого вы хотели отправиться и в течение эфира мы с вами назовем эти города и далее хотелось бы вернуться в наш курск как говорят хоть на север пойдешь хоть на юг а все дороги ведут через курск получается что курс он на перекрестке дорог как в перекрестье уважаемые гости пожалуйста представьте и поделитесь что вас вдохновляет курске здравствуйте меня зовут юля я родилась и живу в курске в нашем городе меня вдохновляет множество мест наш город очень древний первые упоминания это еще слово полку игореве официальная дата считается 1032 год то есть примерно 11 век в это время много изменений происходило вот в том числе и наш город основался и так интересно знаете у нас есть потрясающий слоган в городе что курска город древний но вечно молодой и это действительно так мы можем видеть как у нас уживаются и старая архитектура и современные новые здания конечно самое главное достояние любого города это люди которые в нем живут и вот у нас при они они очень отзывчивы они стараются помогать друг другу им добрые отношения строить и все это складывает такую потрясающую атмосферу очень светлую очень уютную в городе много мест которые хотелось бы вот просто посетить просто пройти мимо скажем так приятно меня например сейчас вдохновляет те парки которые нас реконструировали когда идешь просто потрясающе потому что понимаешь что это сделали люди для людей и даже чувствуешь что настроение поднимается вот ну конечно же многое можно сказать о нашем городе я думаю вот видеоролики которые сейчас покажут можно будет посмотреть и его древнюю архитектуру и новую застройку будет интересно а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детские воспоминания очень приятные об этом месте. А новое место для меня в моем микрорайоне, где я живу, это территория храма «Вера, Надежда, Любви и Матери» в Софии, где руками жителей сделана зона отдыха. Разбиты газоны красивые для людей, лавочки, где можно отдохнуть, детская площадка. И очень часто после работы я захожу туда, чтобы чуть-чуть отдохнуть, порадоваться этой красоте. Это не может не вдохновлять. И родились такие строки. В родном любимом городе нас вдохновляет многое, но есть места особые, где чаще хочешь быть, где чувствуешь прекрасное, деревья, небо ясное, себя как сопричастное, где хочется творить, творить для всех и каждого, и делать что-то важное, великое, отважное, и всем добро дарить. Вот когда я там бываю, смотрю на газоны, любуюсь вот этими цветами, однажды смотрела на газон с цветами, и родилось такое стихотворение «Сказочная поляна». Здесь на поляне сказочной чудес и бытия Цветы растут не в вазочке Собрать в букет семья Чудесный белый ландыш Глава семьи, как есть Ну что тут еще скажешь Ему хвала и честь А вот фиалка скромная Анастасия дочь Ее душа огромная Стремится всем помочь Веселая ромашка Ее сестренка Лиза Забавная милашка Ни часа без сюрприза Вот колокольчик звонкий Наш маленький Сергей Спешит уже с пеленок Весь мир познать скорее А где же мама? Где она? Среди цветов тут не видна Да вот же мама, мать-земля Тормилица, опора Пусть славится она в веках Нам всем природа-мать Давайте же не на словах Ее оперегать Когда находишься В прекрасном, созданном для людей И ради людей месте Это не может не вдохновлять Это приносит радость Мне очень нравится Что это приносит радость И всем остальным Татьяна благодарю Такое прям усла до слуху Красивые слова Да, идет какое-то благородство Как хочется, да Чтобы жизнь была счастливая А она как раз Счастливая жизнь Есть в этих прекрасных моментах Действительно, когда Татьяна рассказывает стихи Понимаешь, почему Жители Курста Называют самих Курскими соловьями А ведь в русском языке Есть фразеологизм Курский соловей Да, есть такой фразеологизм Действительно Курский соловей является По праву живым символом Нашего края Его великолепные трели Насчитывают от 8 до 24 колен Бытует даже такое мнение Что Курский соловей Он пробуждает Не только вот он красиво поет Но своим прекрасным пением Он пробуждает в людях добро Пробуждает в людях что-то прекрасное С ним связано очень много Различных и упоминаний И мест в нашем городе Очень много мероприятий Проходят, где есть слово Соловей или там соловьиной Вот И даже раньше Когда еще Город не был так развит Но была коренская ярмарка Многие люди приезжали на ярмарку Не что-то купить или продать Там посмотреть А послушать Просто представляете Насколько чудесно он поет Чтобы приехать в другой город И послушать пение Прекрасного соловья Да, действительно Это очень здорово Вот вопрос к нашим зрителям Юлия, вы говорили про колено А знают ли наши зрители Что это такое? Что такое колено В песне соловья? Ответы пишите, пожалуйста В комментариях Татьяна, я знаю Вы еще знаете про памятник И очень много интересного Тоже про соловья Да У нас в городе Есть памятник Нашему любимому Курскому соловью И, конечно, в городе В честь соловья Проводится очень много Интересных творческих конкурсов Один из таких конкурсов Проводился Ступень к успеху Где вот Я в нем Участвовала Принимала участие И с одноименным таким Стихотворением Песня соловья Я летней ночью Вышла в сад В мерцании звезд Шелести ветвей Цветов вдыхая терпкий аромат Мне песню пел Прекрасный соловей И песнь его лилась повсюду Сливалась с ветром Уносилась вдаль Она, как теплый луч Подобно чуду Гнала из сердца Горе и печаль Прекрасно, когда Вот Это идет От души И продолжает Добрые дела И у нас Вот в продолжении Добрых дел Была такое Посадка Аллеи матерей Нововведение такое Я вместе с детьми Около перинатального центра Который для нашего Для нашего города Вот Новый вырос Перинатальный центр Где Сейчас Рождаются новые детки Была посажена Аллея матерей Я с дочкой И с Лизой И с Сережей Тоже принимала Участие В посадке И Как прекрасно Видеть Как растут Эти молодые деревца И как Потом Прекрасно видеть Они будут радовать Всех остальных Жителей города И нас в том числе Да, это действительно Очень Прям откликается Это прям Как настоящее добро Бескорыстное И честное А когда Юлия Рассказывала Про символ соловья Она упомянула Про ярмарку А что за ярмарка такая Расскажите, пожалуйста Ой, это очень Интересное событие В нашем городе Надо сказать Что в свои истоки Коринская ярмарка Она берет Чуть раньше То есть Сначала Основалась Коренная пустынь Там, где была Обредена Одна из цветов Нехристианских А позже Так как было много Паломников Еще образовалась Ярмарка И вот ежегодно В этом месте В местечке Свобода Находится Коренная пустынь И ежегодно В ней проводится Курская Коринская ярмарка Это событие Которое объединяет Наш город На несколько дней Два-три дня обычно Туда приезжают люди Не только что-то продать Или купить Да А туда приезжают люди Для сотрудничества Для диалога Для взаимодействия Познакомиться Найти какие-то новые Контакты То есть поделиться Чем-то хорошим То, что люди Производят Это такой Прямо наполненный Праздник Получил вот такое название Коринская ярмарка И вот Как объединяющий Такой праздник На территории Курска Вот в Коринской пустыне Да А вот поддерживая Эту тему Я хотела бы Рассказать И вспоминаю О том Как Мы с учительницей В 10 лет Ездили На это место Где еще не было Такого Прекрасного комплекса Не было Такой прекрасной Не было Такой красоты Не было Лестницы Мы карабкались Вот по горам Знаете Это впечатлило Очень серьезную Такую Отметку Оставила в сердце И вот Когда я видела Как возрождалось Все там Шаг за шагом Строились храмы Построилась лестница Постепенно Все преображалось Настолько Это не может Не вдохновлять Это не может Не радовать Это прекрасно Когда это сделано Для нас И нашими руками Для людей Очень такие Сильные примеры Сказаны Таким нежным словом Спасибо еще раз Татьяна И Даже Юля Переполняет Такое Благостное Чувство Это самое ценное Как раз Что мы на эфире С вами И говорим Что нам дорого Что нам ценно Для вас И вот Дорогие гости Скажите пожалуйста Что каждый из нас Может сделать Чтобы мы жили Так Хотим По-настоящему Вот Кажется На первый взгляд Так что Я как один человек Ну что я там могу Мало что могу сделать Да Но На самом деле Если мы обратимся Вот к примерам Конкретным Историческим примерам В нашего города То мы увидим Что В Курске Всегда были такие люди У нас В городе Очень много мест Связанных С именем Серафима Саровского На Курской земле Он родился Как Прохор Машнин И вот Вся жизнь Этого удивительного Человека Она Пронизана Большим трудом И заботой О людях То есть Столько Очень много Интересного Можно про него Рассказать Вот я отмечу Такие Факты Которые подобрали То что Как он обращался К людям Он говорил Радость моя Просто представьте Вот вы встречаете Кого-то И он говорит Радость моя То есть Твой день На сегодня Все Уже самое главное В нем случилось После такого приветствия Конечно Он много говорил О чистоте ума Что людям Не нужно допускать Плохого Только хорошее Только хорошим Нужно думать О том Что нужно много трудиться И сам Своим примером Он показывал Как трудиться На благо общества Он внес Много Большой вклад По строительству Монастырей Но самое главное Мне кажется Это вклад В строительство Человеческой жизни Потому что Он очень многим Выступал Утешителем Он заботился О всех людях Которые к нему Приходили И он пробуждал В людях Добро Дарил радость Конечно Его поддерживала Вся его семья Вся семья Серафима Саровского Активно Занималась Участием В созидательной Деятельности На благо Общества Бескорыстно То есть Такую вели Благотворительную Деятельность Да Вот В продолжении Темы Добрых дел И благотворительности Я хотела бы Рассказать Что В нашем городе Ежегодно Проходит акция Белый цветок День белого цветка Когда Людям Сделанной Своими руками Отдают цветы За символическую плату И эти Собранные Средства Идут потом На благотворительность В помощь другим Кому Это необходимо Вот вдохновленная Вот такими Вот вещами В своей Профессиональной Деятельности Как социальный Педагог В детском саду Мы создали Свою акцию С детьми От сердца К сердцу Когда мы Пожилым людям Тем Кто у нас Обделен Иногда Вниманием Кто остался Один В центре Участия Существует Дневное Отделение Куда мы С детьми Подарили Цветы Из детского Сада Которые Уже Слишком Много Их стало И дети С большим Вдохновением Со своими Рисунками С радостью Дарили бабушкам И дедушкам Эти цветы Чтобы они Их радовали Вот поэтому Мы и назвали Эту акцию От сердца К сердцу От маленького Сердечка К взрослому Сердечку Вот такая Передача была Вы знаете Я думаю Что она Не оставила Равнодушным Ни детей Ни наших Милых Бабушек Да, Татьяна Это точно Вот хочется Продолжить Вас То, что Действительно Куряне Вот если нету Какой-то акции Они ее Сами организуют А сами Помогут Что-то Сделают Хорошее Вот И еще Очень радостно Видеть Такие примеры Когда человек Вот может быть Даже не какая-то Специальная Благоподительная Акция Но когда человек В своей профессиональной Деятельности Он так раскрывается Что он начинает Ее всю Перестраивать На благо людей У нас в Курске Есть такие примеры Их много Конечно Но я парочку Буквально освещу Это Например Наша галерея А я Где Курский художник Олег Радин Он собирает На протяжении Множества лет Картины Наших курских художников Популяризирует Среди жителей Нашего города Организовывает Различные выставки То есть Культурное просвещение Ведет Есть врач Инфекционист Кирилл Кузнецов Который Совершает Благотворительные миссии Он выезжает В Африку В Кению И лечит там население И вот В продолжении Таких примеров Я бы хотела Поблагодарить Татьяну Она как представитель Профессиональной Социальной сферы Сегодня у нас в гостях У нас есть Потрясающая возможность С ней пообщаться И выразить свою благодарность Что она сегодня с нами Спасибо Прекрасно Отмечу Что может быть Это не те примеры Которые популяризируются В СМИ Главное Они есть Очень важно Знать о них И здорово Что Как раз Юля Рассказала Ведь суть не в том Что это какие-то Особенные личности А то Что эти дела Совершают Сами люди И мы на эфире Об этом говорим Да Действительно Вот это казалось бы Очень простые примеры Такие Действительно Их может быть СМИ не освещает Но для людей Они очень важны И когда мы видим Вот такие примеры То есть как человек Просто берет и делает Да Что может быть проще Вот когда человек Вот так берет и делает Мы видим эти примеры И становится понятно Как мы можем жить В заботе друг о друге Как мы можем жить В мирном обществе Да Действительно Вот такие люди Правда вдохновляют И их примеры Помогают понять роль Человека в жизни И в обществе Татьяна А какие вы знаете Примеры Вы знаете Вот в честь У нас есть в городе Конкурс В честь Антоновки Конкурс Общественного признания Человек года Его обладателями Становились Врачи Известные журналисты Общественные деятели Деятели культуры И политические деятели Нашего Соловьиного края Лауреатами конкурса В разные годы Становились Организационный комитет Первого областного Благотворительного марафона Мир детства Также Владелец частной галереи АЯ Олег Радин Выпускник Курской гимназии 44 Антон Рудаков Врач-онколог Виталий Кравченко Редактор Мэбика Галина Окаркова Директор областного Технического творчества Евгений Лившиц Александр Поветкин Наш олимпийский чемпион Более 180 человек Становились призерами Становились Человеком года В 2020 году В номинации Милосердия Победу одержал коллектив Властного дома Редонка В номинации Поступок года Награду За самый отважный Поступок Получила ученица Будановской средней школы Елизавета Сысуева Защищая Свою подругу Значит Им вручаются Маленькие Золоченые Яблочки Проводимый Конкурс Это не только Возможность Выявить Незаурядных Людей Талантливых Людей Но и сохранить Еще Для потомков Их дела Преумножить Их свет И силу Духа Значит У нас в городе Открыт Есть памятник Этому яблочку В центре города Его автор Знаменитый Курский скульптор Вячеслав Клыков Открытие Этого памятника Было приурочено К символическому Празднику Яблочный спас Прекрасное Яблочко У нас в городе Которым можно Полюбоваться В центре Оно высотой Два В диаметре Полтора метра Высотой Два метра Просто Прекрасная Достопримечательность Нашего города Которая может Вдохновлять На добрые дела Так вот Сами люди Появили интерес К добрым делам Вот в этом конкурсе Человек года Случайцы Жители Курска Куряне Поддержали Выражают Своё признание Их добрых дел И они будут Ставить их пример То есть получается Доброе дело Это уже пример Для каждого человека И получается Жить такой Созидательной деятельностью Ой, это очень чудесно Что мы увидим Эти примеры Соловьевым краем Да, действительно А вот тем временем Кстати У нас есть ответы На вопрос Что такое колено Давайте их посмотрим Колено Это кусочек Монотонной мелодии И соловушка Имеет в запасе Много таких кусочков Постоянно чередуя их Практически Без передышки Потом ответ есть Колено В песне Соловья Это частота И высота Звука Колено Наверное Трели Соловьиные Имеющие по тональности От вдоха До выдоха Вот такие вот ответы Хотелось бы узнать У местного жителя Города Курска Что же такое Колено В песне Что колено Это повторяющийся Элемент песни Соловья Который может включать В себя Бульканье Клокотанье Щелканье Звуки Флейты И вот как раз Курский соловей Особенен тем Что у него Вот этот набор Очень большой Но надо еще сказать Что эти коленца Все они между собой Связываются И то как они связаны Между собой Как они повторяются Формируют вот такую Потрясающую Вдохновляющую Песню Курского соловья Я тоже хотела бы Отметить Дорогие друзья Вы так быстро Написали в комментариях Города Что у нас даже С вами есть возможность Уже сам город назвать Три города Как традиционно У нас бывает В эфирах Один И это Ялта Хотелось Ежного солнца И на эфире Мы вот как раз Сегодня рассказывали О качественно другом В человеческих отношениях В взаимоотношениях Чем потребительский формат Поэтому у меня И к гостям вопрос Дорогие Татьяна И Юля Как вы себе Представляете Созидательное общество Ну вот Возвращаясь К своей профессиональной Деятельности К социальной сфере Я бы хотела Вот сказать Такие слова В нашем мире Зла немало Но хотелось Чтоб добра Еще больше В жизни стало И работа Помогала Делать добрые дела Вот А у нас Существует Такое нововведение Это Программа Новая Старшее поколение Старшее поколение 65 плюс Непосредственно В которой работала я Мы перевозили Наших И перевозим Наших Бабушек Пожилые Пожилое население Из отдаленных районов Отдаленных сел Сел Отдаленных мест На диспансеризацию Для того Чтобы люди Получили Медицинское Должное Медицинское Обслуживание И это так важно Потому что Некоторые Просто этого Не имели Такой возможности И я сопровождала Их От дома То есть забирая И потом Отвозя Как приятно видеть Когда они рады Когда они счастливы Когда Помогаешь Даже в малом И видишь Их улыбки Это Самая большая Благодарность Вот такая Это прям Действительно Настоящий пример Созидательной деятельности Не то Как оно когда-то будет А то Как оно уже есть сейчас Вот посмотрите Люди в этом нуждаются Да Это настоящее дело На благо людей Да Очень хорошее Введение Да Вот возвращаясь К вот этой теме Как я представляю себе Созидательное общество Как раз вот таким Когда люди Которым нужна помощь Как мы сейчас увидели Они ее получают Когда Человек Сам понимает Он не складывает На кого-то ответственность Ну вот так вот сделали Мы так делаем Да Нет Когда человек Сам понимает Вот здесь нужно помочь Или вот здесь я могу помочь Когда он меняет слово Мне должны На слово я могу И тогда Когда человек берет Ответственность на себя Он руководит Своей жизнью Договаривается С другими людьми И решает Как они будут жить вместе Объединяются Делают добрые дела Созидательные дела Мы с вами сегодня Вот уже К нескольким примерам Обратились Мы видим Что люди Могут договориться Друг с другом Это очень легко И очень легко Можно прийти к тому Чтобы жить в обществе Мира и добра Да Действительно Это очень просто И мы можем это видеть На примерах Обычных простых людей Таких же Как и мы Татьяна А вот к вам Есть вопрос Какие ключевые пункты Достойной жизни Для человека В обществе Вы можете предложить Знаете Вот Снова Возвращаясь К своей работе Хотела бы Рассказать О том Что у нас Вводилось новое Для тех людей Которые остались Наедине с собой Это университет Пожилого человека Где люди Получают Живое Дружеское общение Где люди Не остаются Наедине Сами с собой Они получают Новые знания Учатся новому Передают Свой опыт Обогащают И себя И других Это настолько здорово Когда видишь Что людям хорошо Людям приятно У нас Была такая работа По организации Мини-клубов На дому Где также Были клубы Общения Где Делали Какие-то поделки Наши Любимые бабушки И дедушки Где пели вместе Где читали стихи Где проводили время вместе И это Обогащало Их жизнь И делало Их Немножечко Счастливее И когда видишь Что Человеку хорошо Человек счастлив И ты счастлив сам Вместе с ними Да Вот вы сейчас сказали Что делало Человека счастливее И вот Давайте Действительно Если каждый Себе задаст вопрос То чего я хочу На самом деле Я хочу Чтобы я жил В радости И в счастье Мне кажется Наверное Большинство людей Так действительно Ответит А вот В моем понимании Какие вот Ключевые аспекты Достойной жизни Или жизни В созидательном обществе Это Когда человек Каждый день Он встречает С радостью Потому что У него все Стабильно У него Убеспечены Условия Достойной жизни У него есть Комфорт У него есть Безопасность Он получит Прекрасно Знает Что он вовремя Получит Необходимое Лечение Образование И тогда Его жизнь В радости Становится И он каждый день Встречает Не в заботах О том Что же Завтра будет Не боится Завтрашнего дня А он встречает Его с большой Большой радостью Благодарю Вы вообще Прекрасно Ответили Стало Очень так Понятно В вашем В мире Вот Очень интересно Татьяна и Юля А что может Делать каждый Человек Чтобы достичь Созидательной Общины Вы знаете Вот Я хотела бы Поговорить О том Когда была Социальным педагогом У нас были Уроки добра Такой Очень важный Очень интересный Момент Когда Закладывается Как будто Закладывается Зернышко В землю В сердца Деток Закладывались Вот эти Зернышки Добра Любви Понимание Красоты Тяги К прекрасному Ее преумножению Я думаю Что эти уроки Никогда Не проходили И не пройдут Для них даром А далее Будут Росточки Прорастет Это зернышко В добрые дела В последствии Я думаю В их жизни Да Вот действительно Окажется Просто урок доброты Разве это много Это просто поговорить Просто поговорить О добре Просто поговорить О счастье А таким образом Уже Маленький человек Он может сделать Сам свой выбор Как он хочет жить И Бывает так Что вот такой Простой урок Так надолго Западает В сердце Что потом Человек Через всю жизнь Его проносит И живет Счастливо Действительно Вот что и закладывается С детства То и происходит С человеком В будущем Когда он вырастает То есть Можно сказать Что мы формируем Будущее человека С самого-самого детства Татьяна А к вам вопрос Такой Как вы думаете Что нужно Что можно сделать Чтобы люди Во всем мире Скорее узнали О модели Созидательного общества Знаете Наверное Самое простое Даже просто Думать об этом Мечтать Представлять Мы в детском саду С детишками Представляли Воображали Город будущего Их города В которых Они хотели бы жить Рассказывали об этом Эта мысль Я думаю Что пройдет Через всю их жизнь И продолжится У нас был Такой момент Когда мы Проговаривая Потом Делали города Из песка Дети творили Своими руками Свои города Детства Свои города Будущего Каждая группа С интересом С удовольствием С творчеством С фантазией Делала прекрасные Песчаные города Города Их детства И у меня Родился тогда Родилось стихотворение Песчаный город детства Вырастают Песчаные замки Мановеньем Волшебных лопат Самосвалы И детские танки По песчаным дорожкам Спеша И холмы И равнины Все вместе В город детства Волшебный Слились Как же детям Творить Интересно В этом Их Настоящая Жизнь Отземных ходов Лабиринты Норки Мышек Лисичек Зайчат Так искусно Умело Отрыты Золотыми руками Ребят Архитекторы Скульпторы Наши Создают Уникальный Ансамбль Возвышение Причудливых Башен Словно В сказку Плывущий Корабль Город детства И детских Фантазий Сколько Выдумки Сколько Всего Не нужны Нам Волшебники Маги Детство Это и Есть Волшебство Наверное Надо вспомнить Как мы Творили в детстве И это Будет Первым толчком К тому Чтобы мы Создавали Новое Общество С таким же Интересом С таким же Удовольствием Как делают Это дети Да Действительно Вот ведь детки Они полны Искренности Полны открытости И надо сказать Что они Всю свою деятельность Они строят так Как естественным образом И мне кажется Что чтобы Об этой модели узнали Нужно не просто Говорить А нужно потихоньку Начинать о всем жить Притворять это В свою деятельность Я вот могу вспомнить У нас тоже были Такие уроки Доброты в школе И всего лишь Один такой урок Мне запомнился Действительно На всю жизнь И я ставил Такой очень яркий Отпечаток Там тема была Чтобы найти сокровище Не надо ходить За три моря Все с тобой Все с тобой рядом А настоящее сокровище Мы прекрасно знаем Что это Те ценности Которые всегда С человеком То что его не оставит Его внутренний Духовный Богатый мир Ой, спасибо большое Это действительно Волшовство Послушайте Понимаете, как важно Что у каждого из нас Есть это сокровище Это знание Которое повсюду Сопровождает Того, кто им обладает То есть получается Наше сокровище Это само счастье А жизнь Это отражение Получается Внутренних убеждений О чем говорит И Татьяна И Юля И как важно Что ценности Закладываются В детстве Да Это действительно Очень важно Дорогие зрители А кого бы вы Хотели пригласить На наши Следующие эфиры Кому откликается Тема Созидательного общества Вот Мы сегодня Много примеров Затрагивали О том Что как человек Что-то делает И это пробуждает В людях добро Вот Мне бы хотелось Пригласить На наш следующий эфир Администратора Одной из групп Вконтакте Эта группа называется Курск Город доброты Его администратором Является Олеся Григорьева Каждый день Она выводит Такие Посты Прекрасные Вот Можешь просто Листать ленту Может настроение Быть не очень Но что-то посмотрел Доброе Что сделано Просто от души Для того Чтобы поделиться И показать Что добро есть И оно есть Прямо в твоем городе Вот Мне бы было Очень интересно Поговорить с Олесей Послушать Как вот Как она это делает Каждый день Что ее вдохновляет Ведь мы же не всегда Видим ту благодарность Которая идет От людей Но она точно есть Ой, как мне нравится Юля, спасибо большое У нас скоро В Курске Появится Новый знакомый И будет Сидеть Поэтому Понимаете Наш эфир Это пример Это пример Это В маленьком В том Что пишу стихи Я пишу Их с надеждой На то Что кому-то Слова Добрые слова Помогут В трудную минуту Поддержат Улучшат настроение Мне хочется Передать В своих словах Тепло души Немного осветить Жизнь чью-то Подарить свой Внутренний свет Другим людям Мы все явились В этот мир Учиться Гармонии Добру И красоте Преодолению Возможности Трудиться И в этом мире Находить себя Везде Вся наша жизнь Полна чудес Душа и руки Созданы для дела И если Мы сегодня С вами Здесь Мы можем Мир Добрее сделать Спасибо за внимание Спасибо Хочем поаплодировать Ну и как Вывод из нашего эфира Можно сказать Что основа Созидательного общества Это любое Дружеское взаимодействие Людей Это объединение людей На основе добра Взаимопомощи И взаимопонимания И мне кажется Что каждый человек Созидательного общества Может руководствоваться Такой формулой Что не общество Для меня А я для общества Большое спасибо Вам дорогие друзья Спасибо всем Кто делал этот эфир Это самое лучшее Что у нас есть На данный момент Да Это наша жизнь И здорово Что мы все вместе С вами Спасибо И вам спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok